Здравствуйте! Сегодня мы в таком прекрасном, спокойном, умиротворенном таком месте. Это церковь, обыкновенная церковь, сельская. Здесь это праздник, праздник Рождества Богородицы, нашей Девы Марии. И сегодня это храмовый праздник в этом селе. Храм. Храм это значит праздник, это значит приезжают люди, приезжают православные, приезжают батюшки, священнослужители в гости к батюшке этой церкви. Ну и мы приехали. Муж в отпуске сегодня первый день. Сегодня у нас тоже праздник, потому что я родила в этот день свою вторую дочь, которой сегодня уже 37 лет. Для нас это тоже праздник, как говорит муж, успела, потому что она родилась без 10-12 ночи. Бладенцы, мы же ангели, наверное, безречные. Но только он встал на ноги, только сказал первое слово «мама», «папа», а там, видимо, еще научился 10 слов. А мы все радуемся, потому что Господь наш, Иисус Христос, пришел на эту землю и сказал, «Види, всеверные, и покайтесь, и покайтесь, и я вам дам спасение». Спасение не на земле, не на земле, а спасение в Озии, спасение на небесах, спасение там, где пребывает Пресвятая Гродица, где пребывают все святы, сон святых, как мы скажем, по вселенной. Потому что десь есть такая маленькая планета, когда мы дивимся на зерки и видим их там миллиарды зерок, и десь там есть такая планета, десь там есть такое место, где находятся все души святых, где находится Пресвята Богородица, где находится то место, где каждая душа православная, Христия Ліна, каждого должен стремиться в то место, которое Господь сделал для нас, но не для грешних. Не для тех, кто не верит в Пресвятого Родица, не для тех, кто не верит в святых, не для тех, кто не верит в Господа нашего Иисуса Христа, что требует каяться в своих грехах, и спасать свою душу. И тогда она оказывается на этой прекрасной планете, которую сотворил Господь. А где и сотворил Господь? Господь сотворил и нашу планету, и думал, что мы будем жить безречно. Но если посмотрите на нашу планету, где мы еще сейчас, из космоса, або ее покажем, какая это прекрасная Земля, какая это прекрасная планета, какие чудные реки. Мы когда читаем Акафис, пресвятый Бог, Благодарственный Акафис, и там написано, какие чудные твои леса стоять, какие эти белые платья и снега. Прекрасная планета. Но мы, начиная с первородного греха, грешим, топчем и гадем, уничтожаем эту планету. Жалко, что и мы, православие, в этом не имеем участие. Он имеет участие. Но Господь десь создавал эту планету. Он увидел, что на Земле не будет такого места, а для души, который здесь написано, среди этих величезных зерок, которые называют такими малесенькими и мерцающими, а то там святы, там планеты, там пребывают души тех, кто заслужил у Бога спасения. И поэтому нема вищей цели у каждой люди, чтобы заслужить у Господа прощение своих грехов, покаяться и возлюбивши той сон святых, который дал Господь в первую очередь при святую Городицу. Потому что она родила нам спасение. Она нам дала надежное спасение. И, заслуживши у Бога, после отхода жизни на этой земле, тело свое грешное оставивши дуб на этой планете, а чтобы душа наша вийшла в вечность на светлой и ясной прекрасной планете, прекрасной той земле, которую мы называем так, как мы называем ранней. И чтобы душа наша там поселилась и жила вечно, в молитве и любовь. В первую очередь, желаю вам силы, любовь и до Господа нашего Иисуса Христа, желаю вам спасения души, потому что мы часто все, когда встречаемся и пишем на открытках, что вы желаете? Здорово! А это что? Важать так, что это что? Спасение души. Потому что бывает ненечное тело. Вы вспомните тех столбников, вы вспомните тех святых, которые в неважном теле, а какая была сила Духа. И была душа, которую Господь потом вознес на небо и причистил до сонма святых. Что же лучше? Нам, как православным, как людям неверующим, да, лучше, чтобы было здоровое тело, чтобы мы бегали, працювали, делали, делали, делали для того, чтобы делать, чтобы делали это так. Так, так. Но если мы православные, и верим в Господа нашего Иисуса Христа, и в спасение души, то мы в первую очередь должны желать спасение души. И тогда мы можем сказать, что у нас есть надея, светлая мечта, светлая цель. Но у людей есть цель, до которой она идет. Она может выдержать все. Она может выдержать болезнь, какие-то душевные невзгоды. Она может выдержать домашние невзгоды. Она может выдержать горы, которые Господь посылает. Потому что здесь Господь не спитает. Он нам посылает болезнь. Он нам посылает испытания семей, горы посылает. Часто смерть посылает ближних, родных, тех, которых мы любим, посылает нам испытания. Но не дай Бог, кто из нас скажет, «Господи, чого это мне, а не ей?» А бува, правда? Чого в мене умерла дитина, а в него там бандит такой и живет? А в мере ты на то прослепла, как мы любим, а вон она... А по Божему это или нет? А по Божему! Потому что Господь знает, кого он забирает. Господь знает, что эта дитина, которую все любили, которую все имели, и Господь взял душеньку, потому что и там светлые души треба. А теперь за ней будут молиться, и прийдут до Бога десятки, а может и больше людей, прийдут до Бога и будут молиться за эту душу, и сами спасутся. И сами спасутся. Тому молимся до Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятуй Богородиці, и хай она почула наши молитвы и своим житочным сердцем, и понимает каждое сердце матери, каждое сердце батькови, и донесет нашу вашу молитву до Бога, а Господь милосердный, Он нас любит. И снова заканчиваю слова про Господи Свои словами. Стучите и откроется. Просите и нас. Спасибо Господи. А вот такой грибочек возле церкви. Песня Анатолий Павлович Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok А я люблю собирать, когда вот просто, аж дух захватывает когда один срезаешь а второй второй уже видишь который на боке а Иду